Универ Ньюс приветствует всех, кто находится по ту сторону экрана. В ближайшие минуты вас ожидают только самые интересные новости. С вами Аделя Шамилова. Итак, поехали. Что делает телеведущая Универ ТВ на Тавриде? Стоит ли ждать сюрпризов от погоды? Будь на чеку, ушастые знают, где ты. 25 июля стартовала вторая смена Международного молодежного образовательного форума «Салят», которая посвящена информационным технологиям IT как базовая компетенция. В рамках второй смены организованы образовательные площадки в формате интерактивных встреч, дискуссий и мастер-классов по тематическим направлениям, робототехника, облачные технологии, большие данные и другие. В роли спикеров выступили ведущие сотрудники Казанского федерального университета. Мы получили кадры с данного мероприятия. Увидеть их вы можете прямо сейчас. Мы решили воспроизвести те участки мозга, которые задействованы в бетафориновой системе. Аутентификация пользователей, то есть проверка легальности пользователей. Мы хотим познакомить молодых талантливых ребят с новыми технологиями, которые в ближайшем будущем могут войти в нашу жизнь. Сотни миллиардов устройств, для того, чтобы они были интересны пользователям, на них должны быть установлены программы, приложения, которые этот интерес подогревают. Мне все очень нравится. Здесь много эмоций, все заряжены такой энергией. Мне очень нравится. В последние дни устоялась теплая погода. Лето продолжает удивлять нас. Что ожидать от погоды в августе? Подробности узнаете в нашем следующем сюжете. За прогнозами на август мы отправились на кафедру метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Казанского федерального университета. Одним из волнующих нас вопросов стала погода на ближайшую неделю, а также каким будет конец лета. У нас уже пошли температуры по 30 градусов. Мы только что сейчас с вами пронаблюдали за температурой воздуха. Она уже 31 градус. И завтра ожидается та же, и послезавтра высокая температура. Но в начале августа она немножко понизится, градусу до 24, потому что будут проходить атмосферные фронты с циклонами, осадки у нас появятся. Но поскольку наша погода является очень неустойчивой, у нас все время такая перемежаемость есть. По словам экспертов, в августе температурный режим в республике установится в пределах нормы. 17-18 градусов тепла. Ожидается порядка 60 миллиметров осадков. Погода обещает быть такой же капризной. Вполне можно ожидать такую же неустойчивую ситуацию, как в июле. Также, по прогнозам ГИТРО Медцентра России, сентябрь в этом году ожидается теплым. В нашем регионе климат меняется, но меняется он в одну сторону. По-прежнему на земном шаре наблюдается глобальное потепление климата. У нас в июле месяце первая декада была на 3 градуса холоднее обычного. А сейчас вторая и третья декады уже выше нормы. И в целом-то июль получается в пределах нормы. Так что погода, она такая, субстанция очень капризная, и от нее можно все ожидать. Одно можно сказать точно – в ближайшие дни погода будет держаться в пределах 30 градусов. Так что смело можно строить планы на выходные. Арина Михайлова, Роман Самарин, Универ Ньюс. Звуки, напоминающие скрип, все больше привлекают внимание казанцев. Услышать их можно с наступлением темноты, и утихают они в лучшем случае через пару часов. А в худшем – ближе к рассвету. У кого-то эти звуки вызывают умиление, а у многих – нешуточное опасение. Так кто же следит за казанцами сквозь ветви и ежедневно дает о себе знать? Ответ кроется в нашем следующем сюжете. В последнее время таинственные пернатые вовсю переселяются из лесов в город в поисках легкой добычи. Полученные результаты исследования, проведенные в Ленинском садике КФУ, удивили орнитологов. Оказалось, что на территории университета обитает 32 вида птиц. Есть среди них и уникальные. Например, сокол-сапсан и пара ушастых сов, которые свили гнездо на одно из ели КФУ и вывели там свое потомство. По словам профессора Рахимова, участки университетского городка отличаются друг от друга. И на каждом из них обитает свой набор видов птиц, тесто связанных с конкретной территорией. Все свои подвижности, птицы, обладая крыльями, могли бы улететь куда угодно. И вместо того, чтобы здесь в жаркой Казани сейчас пребывать, могли бы улететь куда угодно. Однако же нет. У птиц проявляется в очень высокой степени гнездовой консерватизм. То есть привязка к территории. Кроме того, по итогам проведенных исследовательских работ были подготовлены рекомендации для сохранения и умножения видового состава орнитофауны на территории университета. Конечно, в первую очередь хотелось бы иметь на территории, в частности, университетского двора, какой-нибудь небольшой водоемчик, ну, провизированный там фонтан. Дело в том, что вода ведь является основным ресурсом, который нужен любому живому организму, если он живет. Однако не все горожане приветливо относятся к лесным гостям. Звуки, напоминающие скрип, который издают совы, нарушают покой казанцев в разных районах города. Как утверждает профессор Рахимов, для людей совы совершенно безопасны. Эту же точку зрения разделяют и представители Казанского центра реабилитации хищных птиц. В принципе, совы уже также становятся урбанизированными животными. Они также, как и многие другие виды, перекочевывают, так как здесь достаточно богатая кормовая база, благодаря стараниям человека. И поэтому вот моя задача, используя, так сказать, ваш канал, естественно, обратить внимание наших сотрудников и студентов на то, чтобы все-таки излишне не домогались до них. Все прекрасно знают, что эти птицы гнездятся, и многие знают, где находится гнездо, и взрослые птицы, и птенцы вылетевшие. Поэтому как можно меньше суеты вокруг них. Невозможно утверждать, что птицы, обладая крыльями, летают где хотят и куда хотят. Птицы очень консервативны в плане выбора мест обитания. Многое зависит от кормовой базы как раз-таки. Особенно зимой совы перекочевывают массово в города, когда кормовая база в лесу сужается, когда грызунов становится меньше и сложнее их поймать, они перекочевывают к нам. Ну а здесь уже, соответственно, летом в том числе, они выбирают места, где вполне себе есть кроны деревьев, хорошие, так сказать, гнездовья, и на территории которых достаточно полно пищи. Ночной образ жизни и необыкновенный облик этих птиц всегда привлекали внимание человека. И все-таки, сколько людей ни разу за свою жизнь не видели живую сову. Так что гостям Ленинского садика Казанского федерального университета и в целом всем казанцам невероятно повезло. Чтобы увидеть этих таинственных птиц, не нужно сидеть в засаде в ночном лесу. Пернатые гости все чаще и чаще сами прилетают в наш город, где им приходится адаптироваться в совершенно новых для них условиях. И помочь им может только человек. Аделя Шамилова, Владислав Михнецкий, Универ Ньюс. Молодые архитекторы, поэты, композиторы, актеры, журналисты – все они принимают участие во Всероссийском форуме «Таврида», который проходит в Крыму. Тех их объединяет творческий подход к своему делу, желание развиваться, менять себя и все вокруг в лучшую сторону. Ведущая Универ Ньюс также приняла участие в этом форуме. Смотрим. Всероссийский молодежно-образовательный форум «Таврида» в Крыму ежегодно собирает лучших представителей творческой молодежи со всех регионов России. Ведущая Универ Ньюс Гульфия Мутугулина вместе с остальными участниками погрузилась в атмосферу творчества на этом форуме. Сейчас в данный момент я нахожусь на полуострове Крым на форуме «Таврида». «Таврида» проходит уже третий год и каждый год я приезжаю сюда. Молодежный форум включает в себя восемь смен. Гульфия сейчас находится на смене молодых композиторов, музыкантов и хореографов. В течение шести дней молодые исполнители будут творить, играть, сочинять, петь и танцевать. Я нахожусь в школе Елены Кибер, продюсера, и надеюсь, что приеду с огромным бокажом знаний. Молодежный форум «Таврида» пройдет до 31 августа. Здесь, в Крыму, он еще примет смену молодых режиссеров, актеров, продюсеров, смену молодых журналистов и творческую команду страны. Для каждой смены формируется своя программа. Участники смогут перенять бесценный опыт ведущих экспертов разных областей, посетить семантические лекции и мастер-классы. Нас ожидает огромное количество мастер-классов, встреч с крутыми людьми. Между прочим, вчера был Игорь Крутой. И ожидает очень много танцев, музыки, веселья и, конечно же, новых-новых эмоций и впечатлений. Также на форуме участники публично смогут представить свои социально значимые идеи перед коллегами и экспертами. Лучшие проекты по итогам голосования получат грантовую поддержку на дальнейшую реализацию. Здесь каждый участник сможет реализовать свой творческий потенциал и получить массу новых знаний и впечатлений. Анна Глазунова, Универ Ньюс. На этом наш выпуск подошел к концу. Наши корреспонденты продолжают быть на страже самых интересных новостей. Не переставайте быть в центре событий. Следите за нами в социальных сетях. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok